Оливье Пуриоль Французское искусство, жить не напрягаясь Введение Эта аудиокнига родилась в результате беседы с моим редактором Эльзой Лафон, вернее с моей приятельницей Эльзой Лафон, поскольку в тот момент мы не работали, а ужинали. Никакие профессиональные темы мы не обсуждали, то есть не пытались наметить очертания проекта или обсудить условия контракта. Это был разговор ради разговора за самым обычным семейным ужином и бутылочкой хорошего вина. К слову, я даже не могу вспомнить о чем мы говорили. Может, о детях, которые носились по дому, хотя им пора было спать. Знали бы вы, как мы измучились, призывая их к порядку, причем безрезультатно. Потом мы решили, что, пожалуй, лучше всего оставить детей в покое и дождаться, пока они набегаются и устанут. Все равно рано или поздно это произойдет. В конце концов, вечер был в некоторой мере особенный, на следующий день начинались школьные каникулы. Что может быть приятнее для ребенка, чем заснуть на диване под разговоры взрослых? Лечь спать поздно, лечь счастливым. Так и рождаются теплые воспоминания. «Ты абсолютно прав», — сказала Эльза. «Зачем лишний раз напрягаться? Давай еще по бокальчику». Вскоре дети заснули, без каких-либо усилий с нашей стороны. Мы даже не сразу это заметили. «Ну вот, легче легкого», — улыбнулась Эльза. «Видимо, в тот момент мы и заговорили на эту тему. Легкость — удивительный предмет. Нам вечно кажется, будто для достижения сколько-нибудь ощутимых результатов нужно прикладывать невероятные усилия. Нужно страдать ради красоты и усердно трудиться ради всего на свете, чтобы соблазнить женщину или мужчину, научиться играть на пианино или в теннис, заговорить на иностранном языке. Даже психологи говорят о работе над собой. Ведь нас с детства учат, что за все нужно платить. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Ничего не дается просто так. Но я уверен в обратном. В некоторых случаях усилия не только бесполезны, но и вредны. К примеру, еще никто не стал красивее от страданий, если, конечно, человек не получает от них удовольствия. Красота — это скорее умиротворение, спокойствие и гармония с собой. Нет-нет, я не говорю, что вообще не нужно прилагать усилия, никогда и ни к чему. Просто есть цели, которых можно достичь лишь окольными путями, оставив любые попытки без какой бы то ни было задней мысли, перестав стремиться. Другими словами, действуя легко. Возьмем, например, обольщение. Что может быть менее соблазнительным, чем человек, который изо всех сил пытается вас соблазнить? Это чересчур прямолинейно, не остается места ни воображению, ни непринужденности. Любая попытка обречена на провал. Строго говоря, соблазнитель проиграл еще до того, как начал действовать. Все очевидно. Человек, который пытается понравиться, становится неловким. А это как раз то, чего хочется избежать. Но верно и обратное. Что может быть соблазнительнее, чем тот, кто не разыгрывает спектакль, а просто рад находиться рядом с вами и вести себя естественно? Соблазнение – искусство добиваться успеха без усилий. Все дело в шарме. Результат в этом случае тоже известен заранее, и мы это понимаем. Искра между двумя людьми или вспыхнет, или нет. Так зачем же стесняться или терять до речи рядом с объектом своих желаний? Это ведь не цель, которой нужно добиться, и не вершина, которую нужно покорить. Давайте рассмотрим другой пример – приготовление пищи. Представьте, что за увлекательным разговором с подругой вы забыли выключить газ под шкворчащей сковородкой. Что ж, теперь лук вкусно карамелизуется. К мытью посуды это тоже относится. Если что-то пригорело, на гастродальную сковородку проще замочить, чем яростно оттирать. Повторюсь, я не говорю, что никогда не нужно яростно оттирать запачканную посуду. Просто важно знать, когда это бесполезно или бессмысленно. Позволить времени сделать часть работы не означает сидеть сложа руки. Это означает действовать эффективно. Мне нравятся аэропортные книги, те, которые покупаешь прямо перед вылетом и подсчитываешь, то и дело глядя в иллюминатор. Такие книги не завладевают вниманием полностью, но незаметно меняют и наше поведение, и наш взгляд на окружающий мир. Не совсем философия, не совсем публицистика, не совсем литература саморазвития. Это скорее журналистика идей, а-ля Малкольм Гладуэлл, который проявляет интерес к какой-то концепции, изучает, как она меняет нашу с вами жизнь и пишет об этом статью или книгу. Малкольм Гладуэлл родился в 1963 году. Англо-канадский журналист, поп-социолог. С 1987 по 1996 год работал журналистом The Washington Post, возглавлял Нью-Йоркское бюро газеты. С 1996 года является штатным автором культового журнала The New Yorker. Приобрел известность благодаря своим книгам «Что видела собака?» «Переломный момент», «Сила мгновенных решений», «Гении и аутсайдеры». «Если бы я решил опубликовать аэропортную книгу, то посвятил бы ее легкости». И тут Эльза поставила бокал на стол. «Отлично! И когда же мы публикуемся?» В тот вечер и родилась эта аудиокнига. За дружеским ужином, в ходе беседы, которая, казалось бы, ни к чему не вела. Она появилась на свет в той же манере, которая и посвящена. С легкостью. Не было какого-то специального проекта, усилий, договоренностей о намерениях, переговоров. Никто никого ни в чем не убеждал. Все было очевидно. Это аудиокнига, которую вы сейчас прослушиваете. Надеюсь, она справится со своей задачей так же, как и была написана. Без усилий. Хочу, чтобы вы почувствовали исходящий от нее дух легкости и живости. Такой же, как у разговора, который вдохновил на ее создание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова